Здравствуйте, меня зовут Панина Лариса Михайловна. Сегодня 13 марта 2023 года и с диагнозом рак я живу 5 лет и 8 месяцев. В 2017 году мне был поставлен диагноз рак шейки матки и назначена химиотерапия. Ну, видимо, стадия была уже достаточно, как считали врачи, достаточно глубокая, потому что была метастаза в лёгких. По роду своей деятельности я учитель, я ежегодно проходила медосмотр. Ну, сейчас прохожу, прохожу медосмотр. И во время медосмотра была выявлена полип. Была сделана операция по удалению полипа, и полип был направлен на гистологический анализ. И анализ показал, что полип является злокачественным. Что мир рухнул. Первые мысли были такие, конечно. Мир для меня рухнул, потому что всё-таки этот диагноз звучит достаточно страшно для людей. У меня свекровь умерла от такого же диагноза, поэтому мне было страшно. Меня направили в Ростовский онкоинститут. Я попала к доктору Пустоваловой Алле Владимировне. Было проведено ещё более глубокое обследование, и тогда уже были выявлены метастазы в лёгких. И мне был назначен курс химиотерапии. Я прошла три курса, прошла контроль, изменений никаких не было. Мне было назначено ещё три курса химиотерапии. Во время прохождения химиотерапии я узнала, что есть такая процедура ПЭТ-КТ, ПЭТ-исследование. Я попросила врача дать мне направление, поехала в Воронеж, тогда ещё в Ростове у нас не было этих центров. И в Воронеже как бы засомневались, сказали, что возможно это и не метастазы. Уже после этих курсов химии, после исследования ПЭТ-КТ, было принято решение, что всё-таки, наверное, можно сделать и операцию. Операция была проведена Селезнёвой Ольгой Георгиевной, золотые руки, целую её руки. И всё-таки Ольга Георгиевна настояла сделать верификацию в лёгких. И поэтому аэропетова Тамара Георгиевна тоже сделала мне верификацию в лёгких, в ЭТЛС, называется видеотрокскопия. И сказали, что нет, это не метастазы. И тогда, конечно, я уже вздохнула свободно, подумала, что с остальным жить можно. Самое сложное, это была ли всё-таки лучевая терапия. Вот самое сложное для меня лично, была лучевая терапия, потому что страдает кишечник, страдает весь малый таз у женщины. Вот это было мучительно. Ну, сейчас изменения есть, естественно, но это изменения, с которыми я прекрасно живу и справляюсь. Чего я желаю каждой женщине. Прошедший такой нелёгкий путь. Когда я узнала о своём диагнозе, я подумала о том, что у меня не было времени как-то оглянуться, посмотреть по сторонам, как мало я вообще видела. Я люблю путешествовать, но я всё время думала, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас подойдёт этот период, и я смогу. И после того, как я реабилитировалась, я решила, что надо немножко путешествовать. Ну, и не немного, я не могу сказать, конечно, я хочу и на Байкал, я хочу и туда, я хочу и везде. Но сейчас я пока коллекционирую горы. Я начала с Красной Поляны, и Эльбрус, и Дамбай, и Архиз. Это всё вершины, которые я покорила, но на ски, пасах, на канатных дорогах. На лыжах я, конечно, к сожалению, не катаюсь. Ну, хотелось бы, но страшно. У нас в городе байклуб, мой муж является президентом байклуба Дрифтерс, и они очень много занимаются благотворительной деятельностью. Вот они ездили в детский дом, к деткам помогали, и потом однажды, вот поехали, наловлю эмоции, едем, ловлю эмоции. Что заловлю эмоции? Ну, я как преданный второй номер, боже, естественно, я везде с ним, и мы поехали, вместе с ним приехали, познакомились с девочками. Это была замечательная акция, когда девчонки, ну, я-то по себе знаю, что такое мотоцикл, это же кайф, это же свобода, это ветер за спиной, крылья за спиной. Конечно, очень понравилось девчонкам, и мне захотелось тоже, захотелось с ними общаться, и я вступила в их организацию. Захотелось быть волонтером, ловлю эмоции, рассказывать людям о том, что это диагноз, который не ставит точку, это диагноз, с которым нужно продолжать идти, подняв голову высоко, двигаться вперед. Вот семья, естественно, семья, муж в первую очередь, это тот человек, который меня очень поддержал, и не только морально, но он был со мной рядом, он мне обрабатывал швы, делал уколы, даже вот так поддерживал. Сын, конечно, сын, мама, невестка, у меня только внук родился, у меня же в 17-м году, когда я узнала о диагнозе, у меня в сентябре была свадьба у сына, невестка беременная, и тут вот в ноябре такой диагноз, когда понимаешь, ну, хочется же посмотреть, увидеть продолжение рода. Поэтому, естественно, что я живу не только путешествую, но и внуком живу, мы с ним очень много проводим времени. Очень серьезное. Несмотря на то, что я сейчас так вот весело об этом говорю, но я считаю, что победить, как бы нельзя так говорить, что я победила. Нужно постоянно находиться на контроле, контролировать все эти процессы, потому что это заболевание, которое непредсказуемое. Я, находясь в лечении уже вот столько времени, я встречала разные ситуации, в разное время возвращался, откликался, поэтому я не могу сказать, что это такая, какая-то вещь, которую нужно перешагнул и забыл. Нет, о ней нужно помнить, о ней не нужно сосредотачиваться, свою жизнь сводить к тому, что, ой, у меня рак, это, что вы знаете, у меня рак. Нет, на этом не нужно концентрироваться. Нужно помнить, ага, так вот, мне нужно сегодня сходить к врачу. Я должна сделать вот те-то и те-то анализы сдать, а потом дальше заниматься своей жизнью замечательной. Сложно, я вам хочу сказать, когда мне сказали, причем, я не знаю, такая глупая была, я не прочитала, вот, в исследовании я пришла к доктору, да, я готова, операцию, все, готово. Она говорит, а вас не смешает метастазы в легких? Вот тогда я начала, конечно, у доктора промолчала, а уже вышла, в машину села, я начала просто кричать. Естественно, что страшно. Ну, видите, что бывают и исключения. Надо, значит, дообследоваться, еще обследоваться. У нас сейчас медицина не стоит на месте. Я думаю, что, наверное, как-то нужно узнавать больше, стараться, не складывать руки, добиваться. Нельзя у нас в Ростове, в Москву ехать, в Питер ехать, не останавливаться. Что уныние – это враг вашего выздоровления. Вот что я хочу сказать. Не отказываться ни от каких назначений, которые предлагают врачи. Я тоже знаю многих женщин, которые говорят, ну, вот химия – это тяжело, я вот не буду делать. Вот я сделала три, а дальше я не буду делать. А с другой стороны, женщины знаю, которая сделала уже 27 и продолжает делать, потому что она хочет жить. Поэтому, ну, путь не очень легок. А также я хочу сказать, как волонтер, ловлю эмоции, хочу обратить внимание тех женщин, которые являются мамами. Хочу обратить внимание молодых женщин до 25 лет, что вот такого заболевания, как у меня, можно избежать, сделав прививку. Делается прививка. Рак шейки матки – это заболевание, которое вызывается вирусом папиллома человека. Необходимо сделать исследование, выявить. Там определенное количество маркера, определенные цифры. Я сейчас не буду на этом останавливаться. И если у вас эти цифры, вам врач скажет, что да, вам необходимо сделать прививку. Вот вы знаете, если бы у меня была дочь, я бы сказала, ну, ты невестке сказала, невестка, иди делай. Потому что врач сказал, вы знаете, раз у вас, значит, и у сына тоже сын-носитель. Продолжение следует...